всем привет меня зовут миша я преподаю барабаны в школе виртуозы вот сегодня тема мастер-класса будет техники игры на барабанах на ударной установке в частности первое что такое техники да зачем они нужны да и что они дают в принципе барабан такой инструмент в отличие от скрипки например любой человек может взять палку и ударить да как-нибудь барабан ну неважно как и будет звук вот но добиться музыки какой-то до какого-то сложного исполнительства простые какие-то движения ну скажем такие примерно они не очень позволяют потому что достаточно это все топорно и сложно вот барабаны как инструмент в принципе достаточно древний да но ударная установка именно инструмент молодой и в принципе современные техники игры на барабанах появились не так давно то есть но они формировались до с течением времени но окончательно их систематизировали где-то на рубеже 19 20 веков было три человека это были все американцы которые они оба знали друг друга жили в одно время и они придумали ну каждый свою какую-то концепцию игры вот первый человек его звали джордж лауренс стоун я не знаю кто-то кто играет уже на барабаны из вас ну хоть как-нибудь пробую вот может быть кто-то слышал это имя да может быть кто-то слышал название книги stick control наверняка человек который написал в общем он изобрел технику ну изобрел сложно сказать потому что уже что-то было он систематизировал да какие-то знания плюс какие-то идеи приходили в общем техника который называется free stroke техника free stroke заключается в том что суть ее в том что мы я сначала покажу да потом расскажу выглядит она примерно таким образом то есть суть в том что мы не останавливаем палку да у барабана не поднимаем его потом то есть это не такое движение очень похоже на бросок мяча да а по стену неважно в общем мы бросаем палку и она возвращается обратно вот существует несколько видов ударов в этой технике они позволяют добиваться разной динамики да то есть можно играть громко можно опустить палочки пониже тише можно еще ниже играть счете вот это все происходит за счет разных позиций вот счет позиции да и в принципе немножко я набирал вперед но нормально по поводу помимо техник до существует еще раз и захват и палок как держать правильно палки да потому что как я сначала говорил можно держать вот так палки вот есть такое понятие как натуральный хват он состоит в том что как он формируется у нас кисть на одной линии с предплечьем то есть она ну как копьё до них ни сюда ни сюда не гнется вот мы расслабляем пальцы и вкладываем сюда палку получается основная нагрузка лежит вот на этих трех пальцев средний безымянный мизинец большой сказательным они контролируют положение палки и не напрягаются то есть не так что мы здесь держим играем это потому что объясняется это тем что разные мышцы до задействованы вот в этом хвате и вот в этом например как ни странно захват ну мышца которая сжимает указательный большой пальцы это самая слабая мышца в кисти вот и нагрузка если тем более вы хотите играть громко и так далее быстро нагрузка на эту мышцу очень большая и зажимается рука очень потом неприятно мышцы которые управляют вот этими пальцами они находятся вот здесь и они гораздо сильнее и самое сильное как ни странно это мышцы которая держит мизинец за счет этого можно играть громко расслаблено долго сложно там всяко разно то есть никаких проблем с руками не будет помимо этого мы не используем движение кисти и есть такая популярная к сожалению травма не только у барабанщиков тоннельный синдром может быть тоже слышали не буду вкратце в кратко в красках и сказать про это но в общем от чрезмерного пережатия кисти да и движение кисти возникают проблемы неприятные ощущения так далее здесь кисть абсолютно расслаблена мы работаем за счет поворота предплечье сейчас я подробнее про эту технику расскажу вот про захват то существует ну как бы три вида захватов до основных это немецкий он выглядит таким образом что у нас ладонь параллельно полу до смотрит в пол и палки примерно под углом 90 градусов французский палки параллельны ладони перпендикулярно полу большой палец сверху да мы можем играть тот же самый пристрок но во французском вот есть американский у него довольно такая забавная история появления американского захвата был такой барабанщик джин крупа некоторые знают вот в общем то он играл как играл да и у него как-то спросили как и какой захват в правой руке используйте посмотрел посмотрел сказал американский потому что это был не немецкий не французский да это было что-то между вообще на установке используется вот это все пространство до немецкого до французского потому что одно дело если бы у нас был один барабан да и ты выбрал какой-то один вариант играет всю жизнь нормально или так вот но мы находимся на стуле да и вокруг нас барабаны находятся в разных положениях да и где-то удобнее руку развернуть сюда где сюда развернуть и так далее поэтому приходится отрабатывать все эти варианты от такого варианта до такого все это используется для чего вообще как это работает в принципе немножко такое отступление да как работают техники и для чего они нужны они отрабатываются практически всегда отдельно существуют упражнения существуют книги и подходы и некоторые упражнения они выглядят довольно странно в том плане что вы так как они выглядят эти упражнения играть никогда не будете потому что но они позволяют эти упражнения включить разные мышцы вот по поводу разных мышц да сейчас мы попробуем я покажу и кого-нибудь подзову довольно интересная штука вот с этим фри строком да мы можем и вообще в принципе мы можем использовать при одном движении разные мышцы и работает это за счет как ни странно воображение то есть у нас есть сознание да есть подсознание и мы очень много чего не контролируем но сознательно да какие-то движения свои так далее вот используя воображение можем подключать подсознание и мозг работать немножко по-другому тот же самый удар например концентрируясь на разных мышцах будет звучать по-разному если я буду движение то же самое если я буду концентрироваться на этих мышцах удар будет вот такой если буду здесь концентрироваться удар будет немного сильнее я не меняю сознательно силу удара да просто как бы концентрируясь в других местах если трицепр будет еще немножко погромче если грудные мышцы до ощущения такие же примерно просто удар немножко громче можно использовать мышцы спины до широчайшие мышцы то есть если ударит барабан будет достаточно громко кто хочет попробовать попробовать строк и ну собственно поиспользовать разные варианты ладно пойдем немножко подробнее да на на человеке всегда понятнее показывать вот смотри по поводу захвата сразу ну вы тоже смотрите потому что нюансы есть вот смотри пока опускаю руки вниз потом сгибаешь в локте руку а локоть висит пускай то есть ты руку вот так не поднимает да она вот так висит выпрямляем кисть расслабляя пальцы но кисть при этом не пускай вот большой палец указательным они не торчат а лежат на палке да вот да по сути все правильно единственно что у тебя пальцы торчат да они должны быть вот здесь вот и вытянут и далеко сильно вытягиваешь палку нет сидишь нормально вытягиваешь сильно далеко руку да представь что ты бросаешь просто мяч и ловишь его обратно может взять вторую палку попробовать думаю не сильно не торопись возьми просто один удар второй удар один вот попробуй теперь как раз расслабиться и сконцентрироваться например на грудной мышцы и как будто ты е играешь ну это вопрос захвата на удар становится громче это отдельная история это надо садиться заниматься и тогда то есть примерно понятно да да так хорошо дальше пойдем может садиться на место то есть так потихоньку попробовать по поводу техники free stroke до основная суть до в том что мы не останавливаем палку внизу в принципе в каком-то начиная с какого-то темпа мы перестаем ее вообще останавливать просто бросаем ее вниз да и она отскакивает как мяч и только ее туда бросай и все больше ничего не надо делать можно достаточно быстро играть но при этом не не напрягаясь абсолютно вот достигается понятно это тем что вы сидите занимаетесь вот сколько есть времени да понятно что это все ну первое это время ваше да второе это понятная система упражнений и одно из важных в общем то один из важных моментов это человек который все время будет подсказывать наблюдать и ну рассказывать какие-то вещи потому что одно дело мастер-класс да другое дело когда вы приходите на урок и это все можно попробовать пощупать там возникает много подробностей вот дальше что касается следующей техники мы пока вот так как бы обзор на пройдем следующая техника и следующий человек который придумал это стэнфорд молл это был друг того же самого джорджа лауренса стоуна он был маршевым барабанщиком в те времена военный маршевый барабанщик это человек у которого вот такой огромный барабан большой глубокий и играть надо было очень громко играли вот таким такой постановка это традиционная постановка потом называлась сейчас не так много она используется потому что современной игре нужно достаточно мощное звукоизвлечение а такая постановка она ну не совсем позволяет это делать но многие играют легкие стили музыки какие-нибудь джаз или еще что-нибудь достаточно все равно интересная штука вот и он ездил по домам престарелых, находил старых барабанщиков и учился у них играть. Он садился на лошадь, скакал там сколько-то километров в один дом престарелых, там учился, потом в следующий. И что его поражало, по его рассказам, то есть выходит какой-то старик, 90-летний, берет палку, бьет в барабан так, что все там рушится вокруг и потом ковыляет, обратно уходит. То есть он стал пытаться систематизировать эти знания, вывести какую-то технику и так далее. Как это происходит? Происходит это за счет, ну так скажем, холостообразного движения. Выглядит вот таким образом. То есть то есть мы используем руку как веревку. Все вы знаете хлыст или бечевка какая-нибудь и смысл в том, что совершая движение, вы посылаете вот это усилие по веревке и чем дальше оно уходит, тем быстрее разгоняется веревка. И многие знают, что если хорошенько хлыстом дернуть, то хлопок в конце. Не все знают, что это за хлопок. Это кончик хлыста переходит звуковой барьер в этот момент. То есть настолько быстро движется. То же самое с рукой. Рука, конечно, не переходит звуковой барьер. Но совершая движение в одной скорости, кончик палки прилетает в барабан совершенно с другой скоростью. Соответственно, опять же это помогает использовать меньше сил, более крупные мышцы, но при этом играть достаточно громко. Существует несколько уровней движения Моллера. Изначально то движение, которое вывел Моллер, оно было немножко другое. Я, к сожалению, его не могу показать, потому что я им не владею. Оно было такое винтовое. Я когда-нибудь научусь и покажу. Впоследствии это стало именно хлыстовое движение. Мы можем использовать разные участки руки. Немножко ремарка. Про ноги мы тоже поговорим. Там тоже есть интересно. Вот. Мы можем использовать разные части руки. Мы можем использовать от локтя. Это называется Low Moller. То есть, ну, нижний. Маленький. Вот. Потом мы можем использовать от плеча, да, вот эту часть руки. Это называется Half Moller. То есть, ну, половинный. Движение начинается с локтя. То есть, по сути, вы поднимаете локоть и... и все. Опускаете и рука опускается вместе с палкой. Абсолютно свободно. Но при этом звук очень... достойный, так скажем. Вот. Есть Full Moller, который используется не так часто. Он выглядит, ну, совсем агрессивно. То есть, движение через голову, да. То есть, можно сломать палку таким ударом. Поэтому я не буду сильно много это делать. Вот. На современных барабанах чаще всего используется именно Low Moller, да. Потому что то, что звучит на пэде, да, на барабане будет звучать гораздо громче. И вот этого движения достаточно, в принципе, для мощного звукоизвлечения. Если... Я немножко попробую. Ну, чтобы просто было слышно. Slow Moller. Тут, понятно, акустика большая, но я не сильно... То есть, чуть-чуть. Это прям совсем очень легко. Но при этом смысл именно в движении хвостовом, да, и в расслабленной руке. Если она... По поводу расслабления, да. То есть, расслабленная рука, она вот как раз подобна веревке. А если она не расслаблена, то это палка, да. Попробуйте разогнать палку так же, как веревку, да. Ничего не получится. Вот. Поэтому все должно быть очень расслаблено. Есть еще момент, который, ну, в технике Moller, да, как бы развитие этой техники, которая позволяет использовать, так же, как в технике Free Stroke, позволяет использовать отскоки от барабана. То есть, не одиночные удары, да, а позволяет продолжать какие-то удары и так далее. Эта техника называется или прием Pumping Motion. Pumping Motion, от слова Pump, насос, да, или качать, подкачка. Вот. Смысл ее в том, что мы не останавливаем палку после удара, а даем ей отскакивать. Выглядит это вот таким образом. Вот. И если мы возьмем вот эти отскоки и, ну, несколько отскоков возьмем и будем продолжать палку, как бы, подкидывать энергии, да, вот в эти отскоки, то получается такая штука. Мы можем взять, собственно, удар Moller и два отскока, да, получается вот такая история. То есть, я движением Moller не даю угаснуть этим отскоком, да, при этом я отскоки не играю совсем. Вот. Можно играть четыре. Они, ясное дело, затухают, да, и чем больше отскоков, тем к концу их приходится контролировать, да, немного. Вот. Но три – это идеальный вариант. Они не успевают затухнуть и так далее. Можно разгонять это движение. Единственное условие, чтобы получился этот прием, замах на удар Moller должен быть короче, ну, то есть он должен влезть между последним отскоком и, собственно, ударом, да, иначе это будет, иначе будет вот так, да, чтобы движение было непрерывное. Если соединить это две руки, да, получается вот такая история. То есть играется один удар, да, продолжается отскок и так далее. Можно это по три, можно по два, по четыре, по три и так далее. Можно это варьировать. И, в принципе, в основном на современной ударной установке используется как раз техника Moller, Pumping Motion и так далее. Пристрок используется, но меньше. Вот. И те же самые эрудименты какие-то. Все же знают, что такое эрудименты, да? Нет? Не все. В общем, ну, вкратце эрудименты – это набор ритмических фраз небольших, да, которые используются для построения фразеровок и так далее. Вообще, изначально это были военные какие-то команды, да, которые люди передавали. Раций не было, надо было передать какую-то команду там в атаку или еще что-нибудь. Ну, или задать какой-то ритм, да, строевому шагу. Вот. Эти эрудименты как раз систематизировал в свое время Джордж Лаурн Стоун. Их изначально было 13, потом стало 26, сейчас их уже 40. Вот. Они немножко расширяются, да. Вот. Эрудименты во многом основаны именно вот на этих движениях. То есть эрудименты играть только исходя из ноты, аппликатур, которые там написаны, не учитывая движения. Они не звучат. То есть не та динамика, не та фразеровка и так далее. Тот же парадидл, да, если играть с... Многие знают, что такое парадидл. Вот. Если играть с использованием техники Моллера, в частности Pumping Motion, он звучит гораздо музыкальнее, чем просто играть, да. То есть... Получается такой поток плавный, да, нот. Есть эрудимент, там... Я забыл, как называется. Сингл строк фор называется. Четыре удара там... Тоже за счет отскоков он играется достаточно легко, вот. То есть не надо каждый удар выигрывать. Вот и так далее. Все звучит гораздо музыкальнее. Кто хочет попробовать технику Моллера? Можно на вопрос? Можно на вопрос? Да, конечно. Вопросы можно задавать. Да, мы играли. У меня руками. Угу. 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 Да, раз они в перемешку. Получается в перемешку. То есть мы берем вот эту форму, да, из трех ударов. Ну, возьмем одно. Три удара. И в левой руке тоже три удара. Вот они у нас. Три удара в правой руке, три удара в левой руке. Мы их вот так вот играем. То есть правая, левая, правая, левая, правая, левая. Есть достаточно интересное, забавное, тоже даже не упражнение, а концепция, которая называется гравитация. Вот со своими учениками я занимаюсь постоянно этим делом. Вот. Можно попробовать. То есть добиться этого. Ну, во-первых, сейчас я по порядку расскажу, да, потому что любой вопрос надо с разных сторон подходить. Первое. Нужно играть медленно, да, но в медленном темпе вот эта техника Pumping Motion, она не работает. Но работает, ты можешь проследить каждый удар, да. Правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая, правая, левая. Раз, два, три. И в левый тоже. Вот. Это один момент. Второй момент. Нужно, ну, во-первых, заниматься отдельно левой рукой, да, отдельно правой рукой и так далее. Потом пытаться это совместить. Вот. И есть такой интересный подход, который позволяет понять, как же, в принципе, палка ведет себя на барабане, да, как она отскакивает в тот момент, когда мы не используем мышцы, да, когда мы вообще на нее никак не влияем. Здесь нам нужно перейти во французский захват, поднять немного палки и просто отпустить палку. То же самое с левой рукой. Сейчас, секунду. Очень важно в этот момент перебороть себе желание участвовать в этом процессе, потому что всегда хочется помочь там и так далее. Просто отпустить, да. Затем мы, например, играем вот такую фигуру. Два отскока вправо, два отскока влево и вместе, да. И нам нужно добиться того, чтобы палки, ну, вот эти удары, которые вместе, они действительно были вместе, да. Потом мы пытаемся, так же, как в Pumping Motion, вот эти два удара в правой руке и два влево, и сыграть вот так, ну, в перемешку. Получается вот такая штука. Надо немножко потратить время, но это не так сложно на самом деле. И вы начинаете понимать, в принципе, как палка отскакивает, да. Естественно, вот в этих всех делах это дает очень большое понимание. И, в принципе, в технике фристрок, да, как бы это упражнение настраивает, да, на равномерное движение палок очень хорошо. Вот. Опять же, ну, это так вкратце, можно посидеть, попробовать. Вот. Что касается техники Моллера, в принципе, по большому счету, в общем, это все, да. Как это использовать в вариациях, все вместе, я чуть позже покажу, да. Вот. Что касается третьей техники, это называется техника Гледстоуна, может быть, кто-то слышал, или пальцевая техника, да. Опять же, я говорю, что все эти три человека, они все втроем владели этими техниками, вот, и все это вместе собирали. Просто каждый углублялся в какую-то свою область и развивал это, да. Опять же, повторюсь, это все используется на установке. Вот. Техника Гледстоуна подразумевает игру пальцами. Удобнее всего это делать во французской позиции, вот. Выглядит это таким образом. То есть мы не двигаем ни предплечьем, ни кистью. У нас в захвате во французской позиции есть такая, в германской тоже, мы сейчас про французскую, есть такая элемент захвата, как замок, да, во французском захвате это большой указательный палец. Это некий шарнир, да, вокруг которого палка движется. И все, что нам нужно делать, да, это подталкивать остальными пальцами палку. К барабану. Выглядеть это вот таким образом. То есть баскетбол, да, только с другой стороны. Можно двумя руками. В общем-то здесь нужны только пальцы, да, можно тихо играть, можно громче играть, быстрее. И суть та же. То есть, в принципе, в этих всех трех техниках суть одна. Мы стараемся не мешать палке двигаться. И в этой технике, и в пальцах, и в молор, да. Все это ради того, чтобы, ну, дать палке делать свое дело, да. Потому что она падает вниз, отскакивает от барабана, и мы ее только направляем, кидаем куда-нибудь. И так далее. Вот. Как работать над этой техникой? Первое, что нужно, и мы сейчас все попробуем это поделать, упражнение, оно очень полезно не только для пальцевой техники, в принципе, для захвата палок и так далее. Упражнение выглядит таким образом. Давайте попробуем. Сейчас я возьму телефон. Нам нужен будет секундомер. И метроном. Так, хорошо. Давайте попробуем. То есть, нам нужно вот эти два пальца сложить, большой указательный, но не сдавливать их, да, между собой, просто сложить. Остальные три пальца. Первое, что нужно сделать, это просто их вытянуть, да, вперед с силой. Да, этим самым мы растягиваем мышцы, наполняем их кровью и так далее. То есть, подготавливаем для упражнения. Можно расслабиться, да. Опять потянули, можно опять расслабиться. Сейчас чуть побыстрее, но не так сильно, да. Раз, два, вверх. Смотрите, мы только выбрасываем пальцы обратно, не без усилия, да, они сходятся. Если вы из этого положения просто их расслабите, они вернутся сами, да, то есть, их обратно возвращать не надо. Вот, сейчас попробуем метроном. Не сильно быстро. Примерно такой темп. Это мы будем, да, подождите. Подождите. Не, ну можно начинать, просто я хотел метроном. Раз, два, три. Поехали. Раз, два. Прямо прям старайтесь выбрасывать вперед с силой. Минутку поделаем. Кто не привык, да, я думаю, что многие не привыкли делать это упражнение, сразу почувствуют вот эти места. В частности, ну, опять повторюсь, для техники Глэдстоуна это прям необходимое упражнение. И чем больше вы его делаете, желательно стараться перебарывать какие-то моменты неприятные, да. В какое-то время станет даже немножко больно. Ну, опять же, у всех разный вот этот порог, да, когда будет неприятно. Надо стараться за него перейти. Сейчас мы не будем этого делать, у нас осталось 10 секунд. Поделаем и все. Еще пару секунд. Просто, чтобы почувствовать, да, все, достаточно. Вот, кому кажется, просто, да, можно просто добавить темп, подольше поделать, то есть хотя бы минуты две-три. Потом вы, первое, да, когда берете палки, палка ложится в руку совсем по-другому. То есть вот эти пальцы, они, вы уже не задумываетесь, она хватает в брусе и все, и держит нормально. Вот, ну и, соответственно, в технике Глэдстоуна, да, это то самое движение. То есть мы вот эти пальцы держим, да, а вот этим не играем. Вот. Если кто-то хочет попробовать пальцами поиграть, можно поиграть. Есть два поля. Пойдем. Вопрос. Да, да. Когда чувствуешь, что болит в перебороте, как болевой порог, то есть продолжать играть или наоборот остановиться? Есть разная боль. Есть боль просто от усталости мышц, да, и есть боль от того, что, ну, пережимает что-то, да. Вот здесь боль будет от усталости именно, да, потому что здесь нигде, да. Если где-то вот здесь болит, да, при вот этом упражнении, то, ну, я вообще такого не встречал, честно говоря. Вот. Вообще бывает, мышцы устают, да, занимаешься, это ничего страшного. Ну, это как в спортзал походил, мышцы болят, да. Будешь больше ходить, перестанут болеть. То же самое. И вот эти техники, в них, в общем-то, плюс, что в технике Моллера, что в Гладстоуну, что в Фристрок, кисть абсолютно расслаблена. И вот эта проблема некоторых, да, барабанщиков, у людей, которые работают с компьютером, с мышкой, такое часто бывает, да. Тоннельный синдром, очень неприятная штука, приходится потом операцию делать и так далее. И многие барабанщики делают операцию, к сожалению, потому что, ну, не доглядели, не дозанимались и так далее. В общем, если стараться заниматься, использовать эти техники, проблем не будет вообще, руки не зажимаются. У меня были проблемы тоже, ну, не с тоннельным синдромом, да, руки зажимались, болели, пока вот я не начал заниматься вот этими всеми делами. Все пропало сразу, ну, не сразу же, но через какое-то время. А, у нас указательный палец, он как какая-то такая перекладина, да, грубо говоря, на которой палка лежит. Попробую сначала в воздухе просто пальцами. Да, 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 хорошо. Очень важно, чтобы вот эти два пальца не смещались друг относительно другу, ни сюда, ни сюда, иначе, вот видишь, немножко большой палец надо... Да? Да, потому что вот это, это точка опоры, если ты сдвинешь сюда, точки не будут. И на фаланге, да? Да, вторая фаланга, да, правильно. Вот, попробуй. Не смещай большой палец, вот он, попробуй двумя пальцами, остальные... Они должны, ну, я так понимаю, они должны как будто... Они толкают палку, да, то есть, попробуй сейчас просто взять вот так, двумя пальцами, двумя пальцами и чуть пониже. Вот, это точка опоры, она должна быть, да, чуть-чуть, если подрасслабить и... Вот здесь, да, вот здесь, ага. Вот, это то, что я делаю именно то, что тебе надо делать, вот отсюда, да, вот, поэтому очень важно вот это место, замок, да, чувствовать. Ну, в принципе, движение все правильно, да, единственное, что, видишь, пальцы, нужна палка, чтобы была ближе к ладони, да, то есть, она двигается около ладони, не на вытянутых пальцах, и пальцы касаются палки вот этими подушечками, не вот здесь, потому что здесь, получается, рычаг, и пальцами машешь сильно, а палка не движется. Это тренировка. Тренировка, да, все тренировка, то есть, никаких секретов там особых, как там играть... Очень хорошо, ну, или как хотелось бы, кроме... Да. Важный вопрос. Смотри, ну, и все, в общем-то. Есть такая штука у палки, у каждой точка баланса. Это не центр тяжести, сразу скажу, то есть, центр тяжести в одном месте, да, что это такое, да, за точка баланса? Ее можно... вообще она ощущается, да, если этим заниматься, вот, но экспериментально ее можно найти, да, то есть, смотрите, если я сильно далеко беру, да, палку, то она падает сразу, и все, не отскакивает. Если близко к середине палки тоже беру, ну, вообще тоже она мертвая, где-то между этим она отскакивает хорошо. И это именно та точка баланса, да, которая позволяет совершать меньше усилий для того, чтобы... Она сама скачет. Ты чуть-чуть ее только подстегиваешь, вот, и все, продолжаешь это движение, не даешь ему затухнуть. Еще раз, да. Это касается и техники pumping motion, да, то же самое. Единственное, что нюанс, когда мы разворачиваем руку в германский захват, то у нас замок меняется, и он уже формируется большим и средним пальцем, небольшим и указателем, большим и средним. Остальное все то же самое. То есть, палка скачет, что здесь. Да. Смысл в том, что вот это движение, да, оно, в принципе, несложное, да, и мы владеем хватательное движение, человек им владеет достаточно хорошо. Чтобы эта техника работала, нам нужно успевать пальцы убирать из-под палки, чтобы она, ну, отскакивая от барабана, не врезалась в пальцы и не тормозилась, да. То есть, суть вот этого упражнения как раз, чтобы и именно выбрасывать пальцы, да, немедленно выводить, а быстро выбрасывать, чтобы успевать их убирать из-под палки. Если не успевать, то, ну, будет какая-то вот такая история, да. То есть, ты все время ее двигаешь. Ну, понятно, например. Очень много, в принципе, техника фри-строт, да, заключается в том, чтобы успеть руку вернуть обратно. Если ты не успел, то все, она ударилась об руку, да, и все, и она не поднялась, ее надо самым поднимать. И это, в общем-то, ну, скорость реакции, да, это развивается путем техники и так далее. Контроль. Вот. Что касаемо техник рук, в целом это все, да, в каждой технике есть нюансы, есть упражнения и так далее. В целом, как это используется и зачем это нужно, да. Техники, изучать техники нужно для того, чтобы, когда вы садитесь за барабаны, вам было удобно, вы не задумывались о том, как держать руку, да, как вот сюда в эту тарелку бить, как бить в малый барабан. Вы просто садитесь и используете движения, которые вы наработали отдельно, сидя на пэде и так далее. То есть в обучении игре на инструменте есть несколько задач вообще в принципе, да. И есть упражнения, которые рассчитаны на разные задачи. То есть есть упражнения на технику, есть упражнения на независимость, потому что мы используем четыре конечности, да, кто-то еще поет. Вот. Две руки, две ноги. И это очень важно именно независимость, слово, да, не координация, а независимость. Это немножко разные вещи. Независимость предполагает контроль, одновременный контроль нескольких потоков, да, движений в руках, там, ногах и так далее. А координация предполагает скоординированное движение, да, если правая рука вниз, то левая вверх, там, тут одновременно с левой ногой и так далее. А независимость предполагает, что мы здесь играем один поток, здесь какой-то... То есть одновременно ты думаешь, так, здесь ты это играешь, здесь ты это играешь, так далее. Вот. И, соответственно, вот техника — это инструмент, да, то есть... То есть вы, когда, как бы, пример, ну, пример с починкой чего-нибудь или, там, со строительством дома, я не знаю, машину починить. У вас либо только есть один молоток, вы подходите к машине и пытаетесь починить, либо у вас есть, открываете набор инструментов, и для каждой задачи у вас есть свое, да. Техники вот для этого нужны, потому что существуют разные условия. Вы можете играть в том месте, где вам тихо надо играть, в том месте, где громко. Разная музыка, да, разный инструмент и так далее. И вы должны просто уметь пользоваться этими движениями, чтобы было комфортно. Вот. Что касается рук, примерно понятно. С ногами. С ногами есть, в принципе, по большому счету техника ног, она скопирована с техник рук. Никто сильно не заборачивался. Ну, потому что движения те же самые примерно, мозг тот же самый. И, например, выучив движение руками, мозг, мы же мыслим, каждое движение в мозге, да, оно существует в виде какой-то программы. И мы этой программой пользуемся. Изучая техники, мы программируем, ну, то есть создаем какую-то программу, которой потом пользуемся. Для рук, она для ног тоже работает. Ну, понятно, тоже надо заниматься, но, в принципе, характер движения понятен. Вот. С ногами. С ногами, наверное, будет побыстрее. Вот. Специально. Существует два крупных раздела техник в ногах. Это техника, которая называется heel down. Heel – это пятка, down – это внизу. Для тех, кто не знает. Вот. При этой технике мы можем использовать только мышцы. Вот эти. Берцовые мышцы, икроножные мышцы. У них есть какое-то научное название, я не знаю просто. Вот. Хотя надо выяснить. Мы можем использовать только мышцы, да, мы, причем только вот эти. Вот эти мышцы мы не можем использовать. Как их ни напрягать, стопой за этим двигать не получится. Вот. Это первая техника. Вторая техника, которая называется heel up, да, с поднятой пяткой, да, с поднятой пяткой, она выглядит немножко по-другому. И мы можем использовать всю ногу. Всю ногу, плюс еще пресс, спина и так далее. Вот. Мы можем использовать, помимо всего прочего, вес ноги, да, просто опуская ногу на барабан. Ну, достаточно громко получается. То есть, если бы это был акустический барабан, было бы громко. Вот. И существует ряд упражнений, опять же, да, который позволяет понять, где какая мышца, как она работает, как ее почувствовать и так далее. В принципе, техники работают достаточно забавно в том плане, что вы делаете какие-то упражнения, не всегда понимаете, как их использовать, зачем они вообще нужны, но садясь за барабаны, вы замечаете, что оно играется каким-то образом, даже не понимаю, как, но оно играется, да, потому что собирается все в какую-то определенную картину, даже вполне, ну, я не допускаю, что это не в сознании вообще находится. Вот. То есть, вы путем игры каких-то упражнений, вы учитесь владеть своим телом, да, своими движениями, что в руках, что в ногах. Вот. Первое, что важно в ногах, это стул, как ни странно. Вот. Стул, посадка и так далее. Ну, стул, потому что без правильного стула не может быть правильной посадки, а без правильной посадки не может быть правильного баланса, без правильного баланса не может быть движения вообще правильных никак, потому что вас будет колбасить за установкой и так далее. Вот. А между прочим, ну, все понимаете, что мы одновременно используем две ноги, и если мы будем, ну, к примеру, опираться на ноги во время игры, да, то подняв одну ногу, мы полетим в ту же сторону так же. И чтобы не полететь, придется настолько напрячься сильно, и это все спина, и, короче говоря, грустная история. Вот. Что касается техники хиллдауна. Сразу скажу, что используются в игре обе эти техники. Многие игнорируют технику с опущенной пяткой, а зря. Потому что она позволяет, во-первых, контроль динамики немножко лучше, да, чем, хотя здесь тоже хороший, при правильном балансе, правильной посадке контроль динамики в технике хиллап очень хороший. Вот. Но, опять же, и в качестве упражнения, и в качестве, опять же, какого-то еще дополнительного инструмента, да, в технике, техника хиллдауна очень хорошо работает. Как ей заниматься, да? Так же, как я ранее говорил, что, в принципе, техника ног скопирована с техник рук. Получается, что техника хиллдауна – это фристрок, по большому счету, да? У нас нога стоит на пятке. У нас есть такая же полная позиция, как в технике фристрок. Она достигается тем, что, если мы поставим просто ногу, то расслаблено, да, то у нас колотушка немножко приблизится к барабану, потому что нога имеет вес, да, стопа. Нам нужно вернуть колотушку на место, просто поднять стопу. До того момента, пока педаль не придет в равновесие сама с собой, да, то есть мы не давим на педаль совсем. Если ногу уберу, она также останется. Но при этом стопа находится всегда в контакте с педалью. Вот, чтобы мы не били по ней, а толкали. Кто из вас играл в баскетбол, многие, я думаю, знают, что бить по мячу – это бесполезная история. Его надо толкать. Тогда все будет работать. Здесь точно такая же история. Если мы будем бить, да, то мы большую часть энергии потеряем именно на этот удар. Во-первых, а во-вторых, колотушка ударит в барабан позже, чем вы хотите. То есть с этим ничего не поделаешь. Вот. И, собственно, техника заключается в том, что мы толкаем палку, о, палку, простите, в педаль, и стараемся успеть вернуть ногу обратно. Очень важно следить за тем, чтобы нога не залипала вот здесь, и чтобы удар был достаточно, ну, хлесткий, что ли, да, чтобы он был не медленный, а именно как такой импульс. Вот. Проверить это достаточно просто, работает это движение или нет. Мы берем и убираем пружину. У педали она становится вот в таком виде, то есть она сама обратно не возвращается, да. И наша задача в том, чтобы толкнуть таким образом педаль, чтобы она вернулась обратно. Если толчок будет недостаточно резкий, ну, тут хорошо отскакивает, кстати, ну вот, например, то она не отскочит. Если мы на долю секунды задержимся там, она там и останется, да, то есть пружина ее не вернет. Это достаточно простое упражнение. Оно очень быстро получается, и оно дает практически раз и навсегда понимание того, что же это за, ну, должно быть усилие движения. Можно это использовать и в технике «Hill Up». Если кто-то хочет попробовать, прошу. Да, можно вопрос, можно попробовать. Ну, пружина – это имитация отскока. То есть у нас, да, я говорю, это достаточно простое упражнение. Вот теперь попробуй, подожди, не уходи, попробуй с пружиной. То есть чуть-чуть будет потяжелее, потому что пружина имеет сопротивление. Да. То есть важно, особенно когда занимаетесь техникой, важно играть крайне редко, да, и после каждого удара пытаться анализировать, что произошло, да, получилось, не получилось, да, как сделать, чтобы получилось и так далее. Пытаться анализировать, что за напряжение было там, где вернулась нога, не вернулась и так далее. То есть это такое, достаточно много умственной деятельности в этом, да, когда вы занимаетесь именно техникой. То есть когда занимаетесь музыкой, другая история. И музыкой я имею в виду, там, аранжировкой, или какими-то независимостью, или, там, песней учите, неважно. Вот, там другие задачи совсем. Там где-то надо быстро играть, да, где-то надо тихо, громко. Здесь надо играть редко. То есть один удар, и все, и слушайте, смотрите, что происходит. Вот, по поводу, хорошо, по поводу того, зачем нужна пружина. Да, когда мы играем палкой в барабан, у нас отскок, да, и сила гравитации, они противоположны. Они как раз работают как маятник, две вот эти силы, да. Одна сила пускает палку вниз, другая сила старается вытолкнуть палку обратно. Поэтому мы можем играть, да, все эти вещи, про которые я говорил. Большой барабан находится в горизонтальном положении. И вот эти две силы, они находятся, ну, немножко не в том соотношении, да. То есть, если не будет пружина, она имитирует как раз вот этот отскок палки, да, от барабана. Вот, без нее сложно. Да, ну, это понятно, я точно не физик, вот. Но без пружины сложнее. То есть она, вы можете не проконтролировать в какой-то момент, ну, колотушка залипла, и все, что вы будете там во время игры поправлять там и прочее. То есть пружина – это вещь хорошая, пускай будет. Вот. Да, в принципе… Вопрос, Марат спрашивает. Да. Как же с тобой техники, играешь с танцами, но ты, одну на бой, темпы и с тобой. Марат, а не знаешь, что такое темп 180? Вот, по поводу скорости. Скорость складывается из нескольких факторов, да. Первый фактор – это, собственно, техника, да, движение. Ну, частота движения. Не частота, а чистота именно. Частота выполнения техники, да. Техника с 180, с 16-ми можно играть любой, да. Можно и хиллдаун, можно и хиллап играть, можно стопой, можно играть всей ногой. Если кто знает, такой барабанщик Дерек Роди есть. Он играет очень быстро ногами, он играет всей ногой. Прям очень. Он, правда, говорит, что очень много времени на это потратил, но это естественно. Но вот он играет так. Кто-то играет, есть барабанщик такой Томас Лэнг. Многие знают. Он вообще все использует. И хиллдаун, и хиллап, и все подряд. Играет очень быстро. У него сумасшедший контроль, независимость и так далее. Первое. То есть это техника. Второе. Второй фактор, влияющий на скорость – это точность во времени, да. Если вы в медленном темпе не можете точно во времени играть удары, да, поочередные, ну, к примеру, неважно, руки это или ноги, то разгонять это сложно. Вы можете представить себе маховик, например. Все знают, что такое маховик, да. Если, ну, какая-нибудь штука, да, кто не знает, если она не отцентрованная, да, какой-нибудь диск, ось у него не в, как сказать, ну, не в центре, да, находится где-то там, что-то, какие-то выступы. Очень сложно разогнать. То есть начинаешь раскручивать, его начинают бить и так далее, да. Если он ровный, ровный круг, да, начинаешь раскручивать, он раскручивается достаточно легко. Вот. Это примерно… Это касается аналогия и правильности движений. Если движения все одинаковые, да, если они все точны во времени, это два фактора. Третий фактор – это выносливость, да. Если не хватает выносливости, вы можете играть очень быстро, но недолго. Например, там, 3 секунды в темпе 180, может, можно проиграть. Вот. Выносливость тренируется таким образом. Вы находите для себя темп, в котором вы можете играть, ну, скажем, минут 5 без перерыва, да. Ну, не важно, ногами, руками, в любой технике, да, потому что скорость развивается в любой технике, тут, смотря, чем вы занимаетесь, да. Минут 5 вы поиграли, да, темп. Прибавили 20 единиц, например. У вас время, которое вы можете… Оно может не измениться, да, а может, например, стать не 5 минут, а после 3 минут вы начнете сбиваться, да. Берете и записываете. Так, темп, например, 150 – 3 минуты могу. Ставим темп 170. 170 – поиграли быстрее, 3 минуты уже вы не сможете. Вы, скорее всего, сыграете минуты-полторы, да. И так далее. То есть вы доходите до предела, до какого-то темпа, в котором вы можете сыграть, там, 10 секунд, например. И чтобы вот это время 10 секунд увеличить, надо вернуться назад и стараться сыграть в темпе, условно, 170 – не полторы минуты, а 3, да. То есть стараться прям выжимать, стараться контролировать, пересилить, да, дольше, дольше, дольше. Как только вы сможете дольше играть в более медленных темпах, вы сможете дольше играть в более быстрых. Сможете играть дольше в более быстрых, для вас… Ну, как бы откроется еще один уровень, да. Вы сможете, там, играть быстрее, чем тот темп, в котором вы могли играть 10 секунд и так далее. Ну, тоже там чуть-чуть, но сможете. По чуть-чуть, по чуть-чуть отодвигать эту границу и все. Это касается любой техники абсолютно, хоть в руках, хоть в ногах. Ну, я не владею, я учусь. Ну, да, но тем не менее, с учениками все это проходишь. А вот ты сам занимаешься этим или уже нет необходимости сидеть тех, кто помолил им? То есть у тебя же уже все на руках, по сути. Ну, предела нет. То есть этим надо заниматься всегда. Это как спорт, потому что это мышцы, это то же самое тело, которое задействовано в спорте, да. Представь себе какого-нибудь, я не говорю, что, ну, как бы не сравнивая с собой, но представь себе какого-нибудь олимпийского чемпиона, который не занимается. Нет таких. Они, спортсмены тренируются по несколько раз в день профессиональные, да. Три-четыре раза в день тренировки. Каждый день? Конечно, ни дня нельзя пропускать. Если ты профессионально занимаешься барабанами, профессиональные барабанщики, ну, как бы в среднем занимаются часов по пять в день, каждый день. Тогда есть какой-то рост. А рост, ну, то есть границ нет. Никогда нельзя сказать, что я научился. Каждый раз, проходя дальше, ты видишь перед собой еще больше. Да, то есть тема была такая, в общем-то, именно про техники и больше обзорная, да, про историю. Я не знаю, что это вообще такое есть, потому что я помню про себя тоже, что, что такое техника, непонятно, какая она есть. Ну, то есть есть просто удар, да, такой, например. Это техника, техника, там двойки какие-то. Все равно ты смотришь, пытаешься какие-то видео, пытаешься понять. Один так показывает, другой так показывает. И была моя задача, ну, как бы рассказать о том, как это зародилось, да. Понятно, что это видоизменяется, что-то дополняется, кто-то. Все равно физиология, там, и так далее у всех разные, и люди используют техники все равно немножко по-разному, да. Одни и те же техники используют немного по-разному. В этом, кстати, тоже интересный момент, что чем больше ты изучаешь вариаций, вариантов техник, движений, позиций, тем лучше ты понимаешь, как тебе на самом деле удобно, да. Если ты учишь только одну позицию и один вид ударов, ты хочешь, не хочешь, будешь играть только так. Удобно тебе или неудобно. Вот, чтобы понять, как тебе на самом деле удобно, как ты свободнее себя чувствуешь за инструментом, надо все изучить, хотя бы понимать, как это работает. Ну, а лучше изучить, потому что знать и уметь – это разные совсем вещи. Какая высота стула? Стула. Очень правильный вопрос. Высота стула проверяется достаточно просто. Если ты можешь поднять обе ноги, да, так, чтобы ты не свалишься назад, да, этим определяется высота стула и то, насколько глубоко ты сидишь. Да, если ты сидишь на краю стула, например, я сейчас, чтобы поднять ноги, делаю вот так, да, так я играть точно не буду. Вот, поэтому надо садиться глубже. Если я опущусь ниже, мне будет тоже сложно поднять ноги, да. То есть, ну, даже если это будет, бедро будет параллельно, будет сложнее. Вот. С этим можно экспериментировать. То есть, есть вот эти ориентиры, да. То есть, ориентир – ты должен свободно двигать ногами, да. При этом баланс у тебя, центр тяжести должен быть на стуле именно, не где-то посередине между ногами и стулом, да. Иначе ты не поднимешь ногу. Вот. Опять же, если мы говорили про технику heel up, да, используется вся нога, не только стопа. Когда ты играешь с опущенной пяткой, неважно, можешь опереться, будет сложнее, но сложнее, но ты не упадешь, по крайней мере. А с этой техникой никак по-другому не получается. И занимаясь, в принципе, ногами – это прям первый момент, который надо учитывать. То, как ты сидишь. Стул и посадка. Есть упражнения для развития в технике, да, в скорости. Они… Ты просто пытаешься… Вот я рассказывал как раз про технику. Пытаешься более чисто играть технику, попадать во время и выносливость. Это все с техникой связано. Вот. Это будет скорость. Скорость, она… То есть нет такого удара, изучив который, ты вдруг стал играть быстрее. То есть таком… Да. Да. Это даже не на скорость, а на контроль. Вот. С ногами… Ну, первое, что можно делать, это причем можно делать без педалей вообще, в принципе. Это просто по очереди топать ногами в пол, и все. По той же самой системе. Сколько времени в таком-то темпе смог, да, пытаешься быстрее. Это первое. Второе, что касается педали, да, есть такое упражнение. Скорость – это обычно более мелкие мышцы. Крупными сильно ногой не намашешься. Вот. Тебе нужно вот это движение, да, чтобы изолировать ногу, вот эти мышцы от этих, ты берешь просто и подвешиваешь ногу палками, держишь, она вот болтается просто. Вот. И играешь тот же… Тот же самый фри-строк, грубо говоря, да. Ну и плюс, можешь всей ногой заниматься. Ну вот я приводил пример Дерек Роди, барабанщика. Он играет всей ногой. То есть он стопу практически не использует. Это дает очень плотный звук, но этим надо очень сильно заниматься много. Что касается вот этих мышц, ну и вообще движение всей ноги, очень простое упражнение. Ты садишься на стул и топаешь поочередно ногами. При этом вот эти места все расслабляешь, только вот этими мышцами. И ты сразу почувствуешь вот здесь напряжение. Ну в смысле… Славно, получается, эти мышцы работают? Работают, конечно. Вся нога работает, эти мышцы работают, пресс работает, потому что без пресса не будет баланса, да, и без мышц спины. Все работает. Вообще в игре на барабанах вообще все работает. То есть нет такого, что работают только кисти и стопы, и все. Ты с этим ничего не сделаешь. То есть должно все работать. Ты не должен… Вся энергия находится в крупных мышцах. А здесь мышцы очень мелкие. И от этого будет все забиваться и так далее. Когда ты занимаешься, ты можешь изолированно заниматься разными группами мышц, но когда ты играешь, это все… Это как танец, мурмур, ты весь движешься. Вот. Еще, наверное, один вопрос я отвечу, и можно будет заканчивать. Если есть, то он, конечно. Если нет, то можно так закончить. Или два. Всегда. Например, стадион. Всегда. Всегда. Всегда, да. Но больше всего волнуешься даже не в стадионах дело, а когда… Ну, сегодня я волновался достаточно сильно. До сих пор немножко волнуюсь. Потому что… Как сказать? Это не… Ну, я не часто это практикую, мастер-классы. Естественно, я пытаюсь все это собрать в голове, как это построить. Это немножко сумбурно, на мой взгляд, вышло. Вот. Волнуешься, да. Когда с какой-то группой бывает, играешь, не репетируя, да. Тебе дали материал, ты выучил, пошел, ну, поиграл, кого-то подменять, например. Волнуешься, конечно. Но это все… Ну, надо уметь использовать волнение в плюс, наоборот. То есть, как заряд какой-то. Ты знаешь… Наоборот. Как бы не закрываться, да, а отдавать эту энергию людям. На стадионе проще, на самом деле. Там вообще никого… Там как будто нет людей. Энергетика чувствуется, а когда люди вот так рядом сидят, сложнее. Ну, на мой взгляд, кому-то проще. Да. Спасибо. Очень приятно, что пришли. Спасибо. Продолжение следует...